Повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок. На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранительными органами проводятся необходимые оперативные и следственные действия. Крымский мост сразу же закрыли. Было выключено полностью освещение как на железнодорожной части, так и на автомобильной части Крымского моста. Уже позже сообщили о том, что повреждено дорожное полотно на Крымском мосту, в связи с чем закрыт проезд. Конструкции мостового сооружения обследовали специалисты. Ограничения, касающиеся движения поездов, сняли около 11 часов по пермскому времени. Расписание поездов, которое сместилось, будет нагоняться. С точки зрения автомобильного транспорта, всех гостей Крыма и жителей Крыма просим пользоваться сухопутным коридором, соответственно, через новые регионы Российской Федерации. Наши регионы и Крым связывают поезд Перм-Симферополь. Перевозку пассажиров осуществляет компания Гранд Сервис Экспресс. На сайте есть информация о том, что в связи с масштабными работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры, изменилась глубина продажи билетов на ряд поездов. Но пермского среди них нет. Ближайшее отправление из Перми состоится во вторник, 18 июля. Билетов в продажу уже нет. Но есть свободные места в поезде, которые отправятся в Симферополь через неделю. Что касается автомобильного движения, то в первые часы после случившегося на поездах к мосту образовались пробки. Власти Крыма сообщили, что окажут туристам поддержку. Евгений Гуляев, Олег Романов, Телевизионная служба новостей.